Вера Засулич повторила судьбу многих молодых революционеров. Родилась она в 1849 году в обедневшем дворянском роде, очень рано потеряла отца и была отправлена на содержание к родственникам. 15 лет от роду была отдана в пансион, она должна была стать учительницей. Однако ей не удалось быстро найти себя во взрослой жизни, и будущая террористка стала работать переплетчицей. Тут и произошло ее знакомство с революционной литературой. Вера Ивановна даже общалась с Нечаевым, тем самым, который написал «Катехизис революционера». Именно это знакомство впервые привело ее на год в Петропавловскую крепость, место для политических заключенных. Потом была ссылка, но уже ничто не могло восстановить молодую социалистку. Вскоре Веру Засулич ждала увлечения анархизмом. Однако все это было лишь подготовкой к тому поразительному событию, которое навсегда обеспечит Вере Ивановне место на страницах учебников истории. Губернатором Петербурга в то время был Федор Трепов. Его не любили из-за эрекционности, к тому же поговаривали о том, что он не чист на руку. Мало ли в высших эшелонах власти коррупционеров покушение на него было вызвано иным. Как-то он устроил обход Петропавловской крепости и осужденных политических преступников. Студент Боголюбов, тоже революционер, отказался снять шапку перед Треповым, за что тот повелел жестоко высечь наглеца розгами. Об этом эпизоде вскоре знал весь город. Масло в огонь подливало и то, что телесные наказания были несколько лет как отменены. Узнав об этом, Вера Засулич решила отомстить. Это был жертвенный и бескорыстный поступок, что потом так подкупало многих. На суде она говорила, «Я решилась, хотя ценой собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью». 5 февраля 1878 года Засулич пришла на прием к Трепову и выстрелила в него, тяжело ранив. Последовали арест, следствие и суд. Защищать его вызвался адвокат Александров, один из лучших своей эпохи. Речь его была замечательна. С чувством глубокого оскорбления за нравственное достоинство человека отнеслась Засулич к известию о позорном наказании Боголюбова. Она не знала и никогда не видела этого человека. Для нее он был политический арестант. И в этом слове было для нее все. Несколько подыграл защите и судья Анатолий Кони. Перед приговором он намекнул присяжным, «Обсудите дело спокойно и внимательно, и пусть в приговоре вашем скажется дух правды». Кстати, после этого дела Кони прославился в Петербурге, как честный и принципиальный человек. Вернувшиеся присяжные огласили свой вердикт. Невиновна. Тут же началась овация. Все как будто мечтали о таком приговоре. Однако многих разумных людей поражало, как такое могло случиться, ведь по закону Вера Засулич очевидно была виновна. Князь Мещерский вспоминал, «Направдание Засулич происходило как будто в каком-то ужасном, кошмарном сне». И правда, это был не суд по закону, а суд по совести. Больше-то он как бы легализовывал террор. Вскоре Вера Засулич вынуждена была эмигрировать, вернулась на родину она уже в 20 веке, примкнув к меньшевикам. А Октябрьский переворот и вовсе не приняла, говоря, что большевики создали отражение царского режима только еще хуже и страшнее. В конце жизни одинокая пожилая революционерка, увы, нередко повторяла, «Тяжело жить, не стоит жить». Редактор субтитров А.Семкин